Добрый вечер. Министерство образования обнародовало так называемый черный список вузов. В числе неэффективных оказались АМГУ и Дальгау. Сегодня свои простые вопросы я задам ректору Дальневосточного Аграрного Университета Павлу Тихончику. Павел Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Скажите, почему один из старейших вузов Дальнего Востока оказался в таком незавидном черном списке неэффективности? Сами удивлены и удивлены тем подходом, который был в оценке деятельности вузов. Мы не отрицаем. Эти показатели можно использовать для оценки, но не только их. И если бы нам задали вопрос по каждому из этих пунктов на все вопросы, за исключением среднего балла ЕГЭ, я о чем дальше скажу, мы бы ответили. И то, что касается науки, мы ежегодно отчитываемся перед нашим учредителем Министерства сельского хозяйства. И к нам никаких вопросов нет ни по науке, ни по финансовому состоянию вуза. И по всем этим критериям, в принципе, мы соответствуем тем требованиям, которые предъявляются к университету. Что вам ставили в вину? Что вам вменяли? В чем вы были неэффективны? В чем мы были неэффективны? Отмечалось средний балл ЕГЭ ниже порогового значения. Но я еще раз повторюсь, тот критерий, который поставлен, 60 средний балл ЕГЭ, он без учета региональной и отраслевой специфики. Трудно этот вопрос решить любому вузу Амурской области, любому вузу и вузу сельскохозяйственному. Вопрос инфраструктуры, обеспеченность площади. У нас предостаточно площадей. И просто мы посчитали, я не знаю, как это определить, либо арифметическая ошибка, либо что. Но мы пересчитав все эти показатели, у нас достаточно и площадей в университете в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются, и объем финансирования НИР, и общее финансовое состояние университета. То есть ваш арифмометр по-другому все пересчитал? По-другому. Сегодня вы в этом списке или вас уже вывели? Ну, с той информацией, которая есть, опять же, с Министерства образования, не перед, не поступало никакой информации в вуз. То есть официально вам никак? Не после, не после. Но в разговоре с учредителем, с нашим, с Министерством сельского хозяйства и заместитель директора департамента присутствовал на заседании рабочей комиссии. Рабочая комиссия и в том числе на основании решения нашего учредителя принял решение исключить наш университет из списка неэффективных. То есть вы уже эффективные, да? Ну, по-моему, в неэффективном списке были и знаменитое Вагановское училище балетное, и Литературный институт имени Горького. Вот как-то смотришь, думаешь, ну, мы-то по балету-то еще, наверное, впереди балет, планеты всей. Как-то там вот все было так. Перед началом нашего разговора я уже сказал, есть проблемы в вузе одни, которые действительно нужно решать, да? И они напрямую не связаны с теми показателями, которые были озвучены. То, что касается сельскохозяйственных вузов, проблемы, это, конечно, усиление практической подготовки студентов. Это работа над увеличением закрепляемости выпускников на селе. Вот те проблемы, над которыми сегодня должен работать. Ну, это проблемы не университета, а общества, наверное, власти больше даже. Безусловно, это проблемы в целом и страны, ну, и проблемы Амурской области. Знаете, что меня смущает? Что сегодня большая половина ваших выпускников деревню на жительство не выбирает. То есть государство их учит, как бы на одни цели денежки, налогоплательщики платят, а получается совсем другое. Не совсем так. Вот все забывают, что у нас статус университета. Мы готовим специалистов по нескольким направлениям. Первое и основное – это специалисты для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. То, что касается технологов, все предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, они находятся в городе Благовещенске. К сожалению, в районах не развито это направление, поэтому понятно, что и выпускники городских школ поступают на эти специальности и идут работать именно на такие крупные предприятия, как молочный комбинат, мясокомбинат, агроцентр, ну, и ряд других предприятий. Павел Викторович, ну, технолог, инженерные специальности, строительство, строители, землеустроители. К сожалению, вот отрасль строительства в сельской местности, к сожалению, она перестала быть. Сегодня ситуация меняется, вот, соответственно, к календарю жизни. Я не знаю, вот сколько зоотехников, ветеринаров, агрономов, непосредственно сельскохозяйственных специальностей у вас учится народу? Немного, правда? Нет, немного. Если взять, разделить, допустим, агрономия, техния, ветеринария, механизация сельского хозяйства, ну, порядка, наверное, около 40 процентов. Да, процентов, наверное, 30, это, у нас мы еще готовим специалистов для лесной отрасли, это тоже сельское лесное хозяйство, это наш направление, это лесники, биологи, охотоведы, если сюда добавить, то это будет больше половины. Плюс инженерные специальности, это строители, это электрики, это землеустроители, это автомобилисты. Понятно. Самый низкий конкурс куда сегодня, на какую специальность в этом году? Понимаете, парадокс у нас в том заключается, что реальным сектором экономики востребованы одни специальности и спрос на них очень большой. У нас большинство направлений, по которым мы готовим, это для реального сектора экономики, это сельскохозяйственная, которую я перечислил, инженерная. К сожалению, вот молодежь, молодежь по-прежнему идет на экономистов, юристов и другие специальности, поэтому при огромной востребности, очень много к нам обращается не только Самурской области, из других регионов Дальнего Востока по сельскохозяйственным специальностям, конкурс, к сожалению, и на зоотехнию невысокий был, и на технолога в этом году был невысокий. Ну, какая за техния? У нас животноводство как отрасль, уже так оно полуликвидированное, я бы сказал, правильно? А видно по студенту, вот он будет работать в деревне или не будет сразу? По человеку же видно, какие у него цели, ориентиры, как он живет, мыслит. В последние годы позитивный сдвиг в этом направлении есть. Вы знаете, те мироподдержки, которые приняты правительством Амурской области, они не случайны, они приняты потому, что нужны такие специалисты для развития области. Те положительные сдвиги, несмотря на все сложности, которые есть в сельском хозяйстве, мы в этом году вышли на уровне миллион гектар, и на ближайшее время планируется до 2020 года более миллион двести, около миллиона триста гектар ввести все в оборот. Строятся животноводческие комплексы, и поднимается не только уровень заработной платы специалистов в сельском хозяйстве, но и меняются условия труда, новая техника, новые технологии. — Ну не агитируйте за хорошую жизнь на селе, все все знают. — Есть и положительные, понимаете, есть проблемы, есть и положительные примеры. И уже по тем абедурентам, которые поступают, понимаете, вот в этом году уже было, есть сдвиг больше тех, кто сразу принесли подлинник, подав в частности на агронома, поскольку там, скажем, у нас более позитивные сдвиги в сельском хозяйстве в области растеневодства. — Ну понятно. — Поэтому здесь определенно позитивные сдвиги есть. И та программа, которая сейчас в области решается по обеспеченности жильем, другие мероприятия, все-таки я считаю, что если это будет принято, положительный эффект от этого будет. — Какой коллектив вашего вуза? Сколько народу работает? — 400 преподавателей, но общая численность работников более тысячи человек. Это вспомогательный персонал. — То есть от ректора до дворника более тысячи человек? — Более тысячи человек, да. — Студентов сколько сегодня? — Очное отделение примерно 3,5 тысячи человек, плюс заочники, конечно. — Из них бюджетников сколько? — Бюджетников, ну у нас ежегодно контрольная цифра приема порядка 560-580 человек. И порядка около 200 человек на договорной основе. — Заработная плата средняя по университету? — Средняя зарплата за последних 4 месяца 25-500, за последние 4 месяца. В целом погода будет чуть меньше. — Сколько времени вы руководите университетом? — 6-5 июля 2012 года, был год, как я утвержден приказом. — А вообще в Дальгалу сколько вы подавляете? — Я заканчивал в СХИ, защитил диссертацию в 90-м году и с 90-го года работал в университете. — Скажите честно, вот камера имеет такое свойство, она как рентген, вот все показывает. — Вы когда-нибудь сталкивались со случаями взяток в университете? Вот много говорят, что в Дальгалу берут взятки, вот так говорит народ. Вы сталкивались с этим? — Есть эта проблема, но я бы не связывал ее именно с нашим университетом. К сожалению, такая современная проблема, но как и любой вуз, мы боремся с этим явлением. — Как вы как ректор боретесь? Вам приходилось бороться, будучи ректором, с этим за год работать? — Приходилось. — Как вы боретесь? Расстаетесь с человеком? — Просто расстались, но не из-за того, что там человек как бы берется. Ну, есть разные моменты, просто расстались с этим работником и все. — Понятно. И последний самый, наверное, вопрос. Вот то, что вас ТОВ внесли в этот список, теперь вроде из него выносят, это как-то ударило по имиджу университета, по преподавателям, по его истории, не знаю, в конце концов? — Конечно, это неприятно. Неприятно нам. И, наверное, эту информацию смотрят родители, будущие выпускники школ. И, конечно, мы переживаем, что вот эта информация, она может негативно отразиться. Хотя, я, в общем-то, думаю, большинство жителей Амурской области и многие родители заканчивали наш вуз, они понимают и видят и объективно оценивают. Поэтому мы все-таки надеемся, что это не повлияет на выбор. Понятно, спасибо. Это были простые вопросы для ректора Дальневосточного аграрного университета Павла Тихончука. Мы говорили о черных списках нашего образования, студентах, перспективах и развитии. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите долго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин